20-й век Фокс представляет Кэрри Грант, Джинни Крейн Фильми «Что скажут люди?» Фильми также снимались Финлей Кэррих, Юм Кроунин, Уолтер Слизак, Сидней Блэкмэр, Безил Райсделл, Кэтрин Лоук Автор сценария Джозеф Л. Манкевич по пьесе Курта Гетца «Доктор Преториус» Увертюра «Академическая Брамса» Песня приз Вагнера Дирижер Альфред Ньюман Оператор Милтон Крейснер Продюсер Дэрил Ф. Занук Режиссер Джозеф Л. Манкевич Это часть истории Ноэа Преториуса, доктора медицины. Конечно, это не настоящее его имя. Возможно, кто-то заявит, что тотчас узнал доктора Преториуса. Другие могут отвергнуть саму возможность существования такого человека сейчас или в прошлом. Еще кто-то рассчитывает, что если он не существовал, то определенно должен был бы быть. Наши рассказы всегда с уважением о медицине и профессии врача. Мы со смиренной благодарностью посвящаем этот фильм тому, кто поддерживал непрекращающуюся битву человека со смертью и без кого эту битву никогда не выиграть пациенту. Элвелл? Я Родни Элвелл. Вы ко мне? Пикетт. Прошу прощения. Сэра Пикетт. Да-да, это ваше имя. Ну что же, заходите. Мне сказали, чтобы я пришла немедленно. Кто сказал? В агентстве. В агентстве? В каком? Да, конечно. В детективном агентстве. Сержант Кумен. Конечно. Заходите, заходите. Если я зайду, дверь будет закрыта? Естественно. Тогда я не зайду. Почему? Вы знаете почему. Вы взрослый. Моя дорогая миссис Пикетт, я... Мисс Пикетт. И не умасливайте меня. Я работаю за закрытыми дверями уже 20 лет. Не со мной. Вы переоценивайте нас обоих. Пусть будет по-вашему. Да, ну что ж. Вы Ребекка Пикетт, правильно? Сэра Пикетт. Да-да, Сэра. Ребекка Пикетт моя бабушка. Была ваша бабушка. До сих пор бабушка. Ей 103 года. Интересно. А на лгуния? Возможно. 108, если точно. Может быть. Мисс Сэра Пикетт, лет 15 назад вы служили экономкой у некого Ноя Преториуса. Это верно? Верно. Где? В гусином ручье. Я оттуда родом. Гусиный ручей. Гусиный ручей это маленькая деревушка на юге штата? В горах. И чем тогда занимался этот Преториус? Он был док. Док? Исцелял людей. Как? Если бы я знала как, я бы сама была док. Я имею в виду, каковы были его методы лечения? Ну, одни целители используют одни методы, другие другие, но док Преториус использовал их все. Кому он давал порошки, кому сироп, кому пилюли. Иногда делал уколы, а иногда я просто разговаривал, просто сидел и говорил о страданиях человека и уговаривал. И человек поправлялся, как будто он сотворял чудо. Чудотворец, да? Ну, если не считать мою бабушку чудом, то что тогда? Вашу бабушку? Четырежды она ложилась помирать, четырежды он уговаривал ее, и она поднималась на ноги. Он говорил ей, что она будет жить вечно. Док, целительный, чудотворец. Может быть, гипнотизер, замешанный в использовании наркотиков. Кстати, мисс Пикетт, вы абсолютно уверены, что его имя было Ной Преториус? Могла бы я сама придумать такое имя. И является ли этот док Преториус, у которого вы служили, тем самым человеком, что и знаменитый доктор Преториус из этого университета и этого города? Док Преториус уже в гусином ручье был так знаменит, что вы не можете себе представить. А сейчас он знаменитый доктор Преториус? Когда вы говорите «доктор», это в смысле учености? Именно так. Не могу сказать. Я не имею к этому отношения. Мисс Пикетт, я ученый доктор. По этой причине дверь открыта. Этот человек. Это он целитель? Он чудотворец? Это док Преториус? Это он. Только 15 лет назад он выглядел моложе. Все мы. Только не я. Теперь, мисс Пикетт, мы подходим к самому важному предмету. Что вы можете мне сказать о человеке по имени Шандерсон? Кто вы сказали? Шандерсон. Алло. Это Хоскинс. Профессор Элвилл. Может быть, вы забыли. Студенты ждут. Да, профессор. Конечно. Нет, нет, совсем нет. Дело в том, Профессор Преториус тоже ждет вас. Доктор Преториус? Ждет меня? Ну что ж, пусть тоже подождет. Но не долго, а, мисс Пикетт? Что это с вами? Причем здесь я, профессор Элвилл? Я думал, сержант Кулин все разъяснил. Он сказал, что вы хотите получить от меня какие-то сведения и собираетесь дать мне работу. Это так? Какого рода работу? Про зекторское. Нечто вроде экономки. Вот что мне хотелось бы знать. Стоит ли должность того? Стоит ли должность чего, мисс Пикетт? Шандерсона. Расскажите мне о нем. Я не многое знала. И никто не знал. Расскажите все, что вы знали или слышали каждую мелочь. Вы профессор, и трудно заставить вас понять то, чего нет в книгах. А ведь жизнь в книгах не прописана. Избавьте меня от вашей философии. Так что о Шандерсоне? Начать с того, что мы его звали летучая мышь. Вам когда-нибудь приходило в голову, Шандерсон, что все скелеты улыбаются? А почему? Почему человек должен умереть, а после этого смеяться до скончания века? Какие новости, Ули? Только что говорил с профессором Элвиллом. Доктор Украй не сожалеет, что вынужден так задерживаться. Бессмысленная фраза может означать что угодно. Начиная с того, что человек проспал и кончая арестом за преступную небрежность. Профессор никогда раньше не опаздывал. Но он не потерпел бы такого ни от кого, Ули. Это безошибочный признак человеческой слабости, и особенно у профессора Элвилла. Приготовили тетради? Я не смогу прочесть вам лекцию, которую вы хотели услышать, и я не уверен, что вам следует прослушать лекцию, которую я бы хотел прочитать. Мы хотели бы услышать все, что вы намерены сказать доктору Преториусу. Очень лестно благодарю. Мы вас благодарим. Труп и я. Труп в аудитории. Как студентам-медикам, вам очень важно осознать с самого начала, что труп в аудитории – это не мертвое человеческое существо. Я не понимаю этого, доктор. Анатомия – это в той или иной степени изучение человеческого тела. Человеческое тело – это не обязательно человеческое существо. Здесь лежит труп. Совсем недавно это была живая, теплая, милая молодая девушка. Для этой аудитории все это несущественно. От вас не требуется вскрывать и анализировать любовь, которая была в ее сердце, равно как и ненависть, или надежду, отчаяние, память и желания, которые мотивировали каждую минуту ее существования. Они исчезли, когда не стало ее. Вместо этого неделями и месяцами вы будете проводить вскрытие и идентифицировать ее органы, кости, мышцы, ткани и прочее, одно за другим, и честно записывать в тетради. А когда тетради окажутся заполненными, вы будете знать об этом трупе все, что профессия врача требует, чтобы вы знали. Вернитесь на местах. Отойдите. Тихо, успокойтесь. Вы не должны так толпиться. Отойдите назад. Вы хоть представляете, отчего вы потеряли сознание? Когда-нибудь раньше такое случалось? Как вы себя чувствуете? Глупо. Вам следует посоветоваться с доктором. Теперь вы сможете встать? Хорошо. Может, вам лучше пойти куда-нибудь отдохнуть? И если вы настаиваете на изучении анатомии, я бы посоветовал вам не садиться в проходе. Возьмите карамельку. Спасибо. Вы ведь не уходите, доктор? Ухожу, Илья. И, пожалуйста, поблагодарите профессора Элвилла за предоставленную возможность. Я хорошо развлекся. Не могу понять, почему его нет. Это очень необычно. В этом мире все необычно. Кажется, я вас задержал. Простите, у меня было крайне срочное дело. Мое, наоборот, было просто вызвано любопытством. Вы собирались рассказать об опухоли, которую обнаружили? Да, злокачественная дисграминома. Профессор, вы единственный человек, кто произносит слово «злокачественная», как другие произносят слово «бинго». Злокачественная дисграминома. До свидания, профессор Элвилл. До свидания. Ты вернешься? Нет. Ты вообще не намерена возвращаться? Нет. Пойдешь к врачу? Думаю, да. Доброе утро, доктор Приториус. Доброе утро. Как она себя вела в первый раз? Все время плакала? В следующий раз пригласите меня. Устроим так, чтобы смеялась. Посмотрим, что могут сделать эмоции. Хорошо, если хотите. Доктор Приториус, проблемы с миссис Бигсби. Миссис Бигсби? Мне казалось, у нее все хорошо. Но она хочет взять с собой домой желчный пузырь. Пусть завирает. Но мы не храним желчные пузыри после операции. Маловероятно, чтобы миссис Бигсби узнала свой собственный дэти и тот, что у вас есть, и пусть радуется. Доктор, если все пациенты не будут завтракать одновременно, мы не управимся с кухней. Наймите еще людей. Но в госпиталях принято... Мисс Филмор, в моей клинике ни одного пациента не разбудят от сладостного сна, чтобы заставить съесть завтрак тогда, когда это устраивает поваров. Но в интересах экономии... Плохая терапия не ведет к экономии. Нужно экономить. Экономьте в столовой для докторов. Я не допущу, чтобы все пациенты умывались по звуку гонга для удобства нянечек. Одна из причин, почему я основал эту клинику, убежденность, что пациенты больные люди, а не заключенные. Конечно, доктор. Держу пари, я знаю, что вы сейчас думаете. Вот идет доктор счастья, человек с чувством юмора. Если он попытается меня приободрить, я завижу. Так ведь? Нет. Я вас не виню. Есть несколько преимуществ быть больным. Одно из них чувствует себя несчастным и не позволит ни одному доктору сказать вам обратное. Я подумала, не очень весело становиться старым. Еще хуже, если старым не становишься. Не хочется умереть. Вам бы хотелось, да, лежать в гробу целый день и ничего не делать? Как прошла ночь? Прекрасно, доктор. Если сегодняшнее тоже пройдет хорошо, завтра утром, может быть, вернемся в операционную и посмотрим еще раз. Доктор, когда умираешь, очень больно. Вовсе нет. С чего вы взяли? Мне сказали, это такая боль. Вам сказал кто-то, кто в самом деле умер? Конечно, нет. Видите ли, все эти глупые разговоры насчет смерти. Знаете, однажды я чуть не умер, когда был ребенком. Доктора уже плюнули на меня. Так бывает с некоторыми докторами. Какое самомнение. Как бы то ни было, я умирал. Я был в коме. Знаете, как я это ощущал? Нет. А как? Это было зимой. Мне казалось, что я лечу в небе на санях очень медленно. Мир внизу укрыт снегом и льдом, и там очень холодно. А мне тепло и уютно в санях, завернутому в горностаевое одеяло. И потом я вышел из комнаты. Вы не поверите, но я вернулся к жизни. Как вы себя почувствовали? Ужасно. У меня раскалывалась голова от боли, и меня три дня тошнило. Я никогда не чувствовал себя так хорошо, будучи живым, как тогда, когда умирал. Вы и вправду убеждаете, что умереть это удовольствие. Пусть это останется нашим секретом. Мне не хочется, чтобы об этом все знали. Доктор, а вы хорошо себя чувствуете? Обычная печаль в сумерке. Вас никогда не поражало, что дни умирают так же, как люди, борясь за каждую последнюю минуту света, пока не сдадутся темноте? Вы думаете об очень странных вещах, доктор? А все это моя несбалансированная диета. Есть еще кто-то? Осталась всего одна пациентка. Миссис Хиггинс. Она уже приходила сегодня. Вы наблюдали, как доктор Бичем проводила анализ и сказали, чтобы она зашла позже. Спасибо. Как бы то ни было, день закончится на счастливой ноте. Попросите миссис Хиггинс. Простите, что встаю. Это мое единственное физическое упражнение. Присаживайтесь. Миссис Хиггинс, моя обязанность как доктора найти, если возможно, что-то, что заставило бы вас волноваться. Однако я не могу отбросить результаты анализов, что держу в руках. Миссис Хиггинс, вам не о чем беспокоиться. Вы имеете в виду все в порядке? Абсолютно. Значит, утренний обморок ничего не значит. Ничего экстражденарного. Однако, когда будете приступать к вскрытию, сначала немного поешьте. Ах это, я от этого отказалась. На самом деле, я не студентка медичков. Просто хожу на некоторые курсы. Мне кажется, приятнее было бы сидеть дома с мистером Хиггинсом. Да, в самом деле, не могу сказать, как я вам благодарна, доктор. Ну что вы, ведь не спожи я вам жизнь. Все равно спасибо. Не стоит. Миссис Хиггинс, не забудьте, пусть мисс Джеймс запишет вас на прием через месяц. Через месяц? Зайти к вам? Если вы не предпочитаете обычную акушерку, в таком случае с удовольствием порекомендую нескольких. Разве вы не сказали, что мне не о чем беспокоиться, что все в порядке? Лучше не бывает, миссис Хиггинс. Вы беременны? Вы уверены? Я хочу сказать, вы не могли ошибиться. Вероятность ошибки есть всегда, но с таким положительным результатом, как у вас, она незначительна. Но тест занял всего пару часов, и я думала, чтобы говорить с уверенностью, тест должен занимать несколько недель. Сейчас мы выясняем все гораздо быстрее, чем раньше о жизни и даже о смерти. Раньше для диагностики беременности использовали маленького кролика, а теперь лягушку. Может быть, не так привлекательно, но зато гораздо быстрее. Всего два часа результат тот же. Кстати, имя лягушки Рана Пиппинс. Звучит, как кинозвезда. Вы не замужем. Как насчет отца ребенка? У него нет отца. Если так, это первый случай в биологии. У меня нет мужа. Но когда он узнает о ребенке? Никогда не узнает. На днях я получила телеграмму. Такое впечатление, как будто мы встретились только на днях. Только на днях он уехал. Нет, это какой-то кошмар. Он был резервистом медицинской службы. Потом я стала посещать курсы. Потом он вернулся, мы поженились. Я захотела что-то узнать о его работе. Когда он уехал? Шесть недель назад. Или пять. Вы правы, доктор. Вопросы в жизни и смерти мы очень быстрее. Долго вы его знали? Нет, совсем нет. Недостаточно долго, чтобы быть уверенными обоим. Знаете, не хватило времени, чтобы быть уверенными вообще в чем-то. А потом, когда ему нужно было уезжать и пришлось прощаться, я вдруг перепугалась. Я хотела доказать и себе ему, что не боюсь. Когда мы боимся, что боимся, мы иногда делаем жуткие вещи. Почему бы вам не присесть? Чего вы боитесь сейчас? Я не боюсь. Страх это не то, чего следует стыдиться. Напыщенный всезнайка, вы даже не знаете, почему я плачу. Вот как? Да. Миссис Хиггинс, не могу называть вас миссис. Как вас зовут? Дебора. Вытрите нос. Там в верхнем ящике салфетка. Нет, нет, вон там. Я не могу говорить с обычной уверенностью, потому что вы только что назвали меня напыщенным всезнайкой. Простите. Не извиняйтесь. Признаю, я напыщенный, но я не всезнайка. Честно говоря, я в замешательстве. Отчего? Мне кажется, что если бы вы плакали из-за отца ребенка, вам следовало бы плакать, если бы вы считали, что не беременны, а не сейчас, когда вы знаете, что беременны. Разве не так? Так что причина не в нем? Да, не в нем. Значит, вы плакали, потому что боялись за себя? Боялись, что скажут люди? Нет. Вы уверены? В обществе приняты жесткие правила на этот счет. Нормы нашей общественной корпорации. Вы нарушили раздел А, пункт 1. Это может привести к большому наказанию, вплоть до исключения. Вы в самом деле считаете меня трусихой? Вы трусиха? Нет. Что приводит нас к третьему члену компании, ребенку? Может, вы плакали из-за ребенка? Вы не можете сказать, что у вас не хватит времени, чтобы любить вашего малыша. Если будете хорошей матерью, чтобы он любил вас. На самом деле вы боитесь ребенка? В некотором роде. Вы не хотите его? Конечно, хочу. Но я не могу позволить его, не могу. Почему? Почему, Дебора? Вы бы не поняли. Я постараюсь. Из-за моего отца. Отцы непредсказуемы. В самое неожиданное время они вдруг могут понять. Он самый понимающий и самый нежный отец на свете. Тогда все. Я единственная, что у него есть. Если он узнает, это его убьет. Если вы все, что у него есть, тогда ребенок даст ему еще больше. Он не смог бы жить, если бы узнал. Дебора, человек не может быть таким понимающим, как вы говорите, и в то же время столь предубежденным, что... Дело не в предубеждении. Да в чем? Может быть, это всего лишь кажется? Может, мне сказать им? Нет. Я бы мог представить ему дело таким образом, что... Нет, пожалуйста. Вы очень добры. Но даже не думайте об этом. Доктор Приториус, поверьте. Если бы вы увидели моего отца, вы не смогли бы сказать ему обо мне. Даже бы не знали, как. А если бы знали, значит, у вас нет сердца. Все равно спасибо. Что вы уверены делать? Не знаю. Ведь вы знали, прежде чем пришли ко мне, что у вас будет ребенок. Я не была уверена. Скажите, почему из всех докторов, к которым вы могли пойти, вы выбрали именно меня? Больше я никому не могла пойти. Когда вы говорили с нами утром, я почувствовала, что вы как-то могли бы мне помочь. Как? Мне кажется, вы гораздо больше думаете о людях, чем другие врачи. Поэтому вы пришли ко мне за помощью, а я всего лишь поговорил с вами, да? Я ничего от вас не хочу, доктор Приториус. И я не хочу усложнять вам жизнь. И даже надежда, что, возможно, ну, ради спокойствия вашего отца. Я бы не хотела покупать спокойствие моего отца ценой вашего. Мисс Хиггинс записалась на следующий прием? Мисс Хиггинс. Простите, я, конечно, имел в виду мисс Хиггинс. Нет, доктор, она ушла, не сказав ни слова. Иногда, Шандерсон, мне кажется, что половина приходящих сюда женщин хочет детей, которых они не могут иметь, а вторая половина... Она достаточно взрослая, чтобы понимать, что делает, и принять то, что ее ждет. Мне не хотелось бы снова услышать от вас что-то столь же идиотское. Но, доктор... Во-первых, вы медсестра, а во-вторых, женщина. Не стыдно за вас обеих? Свободную операционную. Подготовьте сами. Слева рана не слишком серьезная. Позовите Биллингса провести анестезию. Да, доктор. Благодарю, Биллингс. Отвезти ее в палату, доктор? Да, и возьмите, пожалуйста, несколько одеял. Спасибо. Хорошо, что большинство людей, не имея представления, где на самом деле сердце, она даже и близко не попала. Почему она пыталась убить себя? Мне кажется, Шандерсон, что когда люди нуждаются в помощи, они думают, что на свете совершенно одиноки. Разве не так? Значит, она снова попытается. Она все еще одинока. И если некому будет помочь ей, она сделает еще попытку. Не так ли? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь они готовы начать с вами в любое время. Хорошо, чем скорее, тем лучше. Назначьте общую репетицию на следующей неделе. Итак, сегодня впервые ваша атака была неврачебной. Субтитры создавал DimaTorzok Вторые скрипки немного тянут, вы все еще считаете, что струны это кетбуты для сшивания, а не для игры. Что касается джентльменов с контрабасом, профессор Баркер, есть ли какая-то причина, почему вы, профессор Баркер, знакомый с миллионами нейтронов и знающий всех их по именам, не можете сыграть единственный такт на контрабасе? Это вы обо мне? Я не намерен ставить под сомнение вашу научную репутацию. Дорогой доктор Приториус, я бы доверил жизнь моей сестры вам как гинекологу, но я бы не доверил вам проводить моего трехлетнего племянника в ванную. Дело в том, что я дирижер этого оркестра, а вы не обращаете на меня внимания. Я обращаю внимание. Хорошо, увидим. Начните с буквы B, пожалуйста, профессор Баркер, только вашу партию. Это не будет звучать. Контрабас не сольный инструмент. Наоборот, Серж Кусевицкий концертировал как виртуоз-контрабасист. Кто бы говорил о Кусевицке. Готовы? 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я не хочу, чтобы ты ждал Субтитры подогнал «Симон» 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 Пожалуйста, не включайте свет Субтитры подогнал «Симон» Вы снова плакали Почему вы так решили Вполне нормально такое предположить если женщина не хочет, чтобы зажигали цвет Или она ещё не подкрасилась Меня не очень беспокоит, что кто-то увидит меня без косметики Меня тоже не волнует, если я увижу вас без косметики Вы знаете всё, женщина Я бы не сказал, что достаточно Я не имею в виду, как врач Даже как врач. Дебора, я... Я должен сказать вам кое-что. Как напыщенному всезнайки мне... Я случайно это сказала. Как напыщенному всезнайки мне это будет нелегко. Но вы помните незначительную вероятность, что лягушка могла ошибиться? Так вот, лягушка не ошиблась. Вы выбрали не ту лягушку. Вероятность того, что сотрудник лаборатории допустит ошибку, не так уж незначительна. Я не понимаю. Одновременно проводились два анализа. Один дал положительный результат, другой отрицательный. Из-за непростительной невнимательности, ваш был записан как положительный вместо отрицательного. Оказывается, я не жду ребенка. Оказывается, не ждете. Спите спокойно. Вам не о чем волноваться. Это вы так думаете. От чего вы плачете теперь? Это ужасно. Что? Что ужасно? Только подумать. Мне пришлось прийти к вам и рассказать все про себя. А оказывается, в этом не было необходимости. Хорошо, что был кто-то, кому вы рассказали. Но не вам. Почему не мне? Увидимся утром, Дебора. Доктор Придориус. Все ваши пациенты женщины? В основном. Наверное, они влюблены в вас. Не все. Значит, большинство. И даже не большинство. Спокойной ночи. Кошмар. Зачем ты заходил в клинику? Что-то интересное? Врач уважает чувства своих пациентов и не обсуждает их с кем-либо. Абсолютная правда. Абсолютная. Это та молодая девушка, которая пыталась застрелиться? Почему? Незапланированный ребенок. Она в плохом состоянии? В целом лучше, чем у тебя. Просто неглубокая рана. Ехать в такую даль, чтобы увидеть ее? Хотел ей сказать, что она не беременна. Потеряла ребенка, да? Из-за шока или упала? Она сейчас так же беременна, как и была. Тогда зачем ты ей сказал, что она не беременна? Беременность, дорогой, это не состояние ума. Положи-ка мне еще колбасок. Есть две причины. Одна, дать ей возможность хорошо выспаться. Вторая, чтобы она не сделала новой попытки, пока я не найду ее отца и не поговорю с ним. А ее отец-то при чем? Она твердо убеждена, если он узнает, это его убьет. А ты намерен уговорить его, чтобы он запрыгивал от радости? Я намерен или убедить его иметь сострадание, или убедить ее, что он переживет ее позор, и что ее главная ответственность – ребенок. Ноа, тебе никогда не приходило в голову, отвлекаясь от определенных врачебных концепций, что это по большей части вовсе не твое дело? Да? А что мое дело? Диагностировать человеческие недуги и излечивать их. Неверно мое дело делать так, чтобы больные чувствовали себя хорошо. А между этим и излечиванием человеческих недугов – большая разница. Не будем вдаваться в подробности. Кроме того, доктора навевают на меня скуку. Только один маленький вопрос. Что мы, люди науки, сделали, чтобы атомная энергия помогала людям? Чудесная кислая капуста. Вкус именно такой, какой должен быть. Одна немка готовит ее в бочке. Я тебе пришлю. Еще пиво? Да, пожалуйста. Кислую капусту нужно готовить в бочке, а не в консервных банках. Наша американская мания стерильных упаковок лишила вкуса большую часть продуктов. Масло больше не продают из деревянных ящиков, и уже целое поколение считает, что у масла вкус бумаги. Помнишь гугухание старых бокалейных лавок? Теперь в них пахнет, как в аптеках, которые уже тоже не имеют запаха прежних аптек. Вы, местные доктора, живете романтической жизнью. Представь, может, родились в Петербурге. Такой ура, это или изжога, или одиночество. Алло. Доктор Преториус. Доктор Преториус, у нас пропала пациентка. Миссис Хиггинс. Да. Да, Дебора Хиггинс. Это случилось недавно, доктор. Мисс Майер делала обход час назад, и миссис Хиггинс спала. Мы все обыскали, доктор. Я не представляю, как она прошла. Могу точно вам сказать, как. Через коридор к главному входу. Точно, как это сделал я два часа назад. Нет, не сообщайте в полицию, я позабочусь утром. Конечно, присматривайте и сообщите, если найдете ее. До свидания. Кто сбежал? Юная леди, о которой мы говорили? Да. Зачем ей это? Не знаю, но я должен найти ее. Думаю, да. Вероятно, ты знаешь о ней что-то, чего не знает она. Подожди меня, пока я узнаю. Субтитры добавил DimaTorzok. КОНЕЦ А я подумал, на кого это лает Вильзеву? Вильзеву? Звери вроде этого обычного называют. Я называю его так, потому что он очень злой. Я рад встретить кого-то, кто достаточно смел, чтобы не любить всех собак. Я Приториус. Доктор Приториус? Очень рад. Я Артур Хиггинс. Так, что Вильзеву не спугнул вас, но удивлен, что он так быстро перестал лаять. Мистер Шандерсон его успокоил. Мистер Шандерсон? Здравствуйте. Проходите. Благодарю. Вы нам не чужой, доктор Приториус. Я столько слышал о вас от Дебора. Вот как? Какое счастье, что вы оказались друзьями, когда с ней произошел тот странный несчастный случай. Действительно странный, да? До сих пор не представляю, как женщина могла прожечь бок щипцами для завитки. Это нормально для студента, завивать волосы. Есть, читать и разговаривать по телефону одновременно. Часто результаты купительны. Да, думаю, могло быть и хуже. Гораздо хуже. Может, зайдем в дом? Там лучше разговаривать, чем здесь, на веранде. Здесь приятно. К тому же вы как следует защищены от свежего воздуха. Вы не верите в полезность свежего воздуха? Не верю. Не верю, что если есть рыба, мозг развивается. Или что устрицы усиливают потенцию. Скажите, это Дебори. Она все время выставляет меня из дома. Вы не обычный ученый, доктор Приториус. Вы не обычный фермер, мистер Хиггинс. Но я не фермер. Это не моя ферма. Она принадлежит моему брату. Понимаю. Вы здесь просто гостите. Можете сказать, я здесь остановился. Нам нужна помощь. Вильзевул забрался в погреб и не вылезает. Погреб – дом для Вильзевула. Добро у нас гости. Да, я вижу. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, мистер Шандерсон. Я беспокоился, как тут отвратительный маленький ожог от щипцов для завивки. Замечательно. Прошла почти неделя, и раз уж мы проезжали тут... Проезжали тут в нескольких часах езды от вашей клиники и от университета? У доктора Приториуса широкий круг интересов. Тогда, я уверен, они разделят с нами воскресный обед. Мы бы не хотели навязываться. У доктора Приториуса должны быть более важные дела. Чепуха. Они столько проехали, мы не можем отпустить их, не накормив. Вы доставили бы нам удовольствие. Будем счастливы остаться. Скажу Белли. Вы здесь давно? Я только что познакомился с вашим отцом. У доктора Приториуса особый дар быстро сходиться с людьми. Он может оставаться столько, сколько захочет. К тому же, ты столько о нем говорила. Отец, я вовсе не уверена, что тебе стоит находиться на воздухе. Нет, ничего здоровее свежего воздуха. Ты собиралась что-то сказать Белли? Не имею ни малейшего желания уходить отсюда. Белла! Кажется, мистер Хиггинс, Дебора говорила мне очень много о вас. Не так много интересного. В моей жизни единственное достижение Дебора. В самом деле, достижение. Если не возражаете, я бы предпочла, чтобы меня не обсуждали на веранде. На веранде или в пробирке. Ясно, что вас будут обсуждать. Зачем настаиваете оставаться там, где вы нежелательны? Почему вам хочется обсуждать меня? Вам нечего обсуждать? Так? Дебора. Доктор Преториус проехал это расстояние не для того, чтобы увидеть Вильзеву и справиться. Стала ли ты осторожнее со щипцами для завивки? Совершенно ясно. Он приехал поговорить со мной. Иди, скажи Белли, что к обеду будут еще двое. Меня кто-то звал? Да, Белла. Эти два джентльмена обедают с нами. Мистер Джон знает? Еды предостаточно. Мистер Джон лучше знает. Я скажу ему. Он записывает расходы и не любит, когда ему мешают. Скажу, когда кончит. Ладно. Поставлю еще две тарелки. Вы не закончили готовить горошек? Я сейчас приду. Я бы хотел помочь. Нет, мистер Шандерсон, в самом деле... Действительно, нет необходимости. Позвольте ему, это хорошая идея. Он вправду поможет. Могу я спросить? Мистер Шандерсон, ваш слуга? Он мой друг, но любит помогать. Понимаю. Доктор Приториус, минуту назад я сказал, что Дебора единственное достижение в моей жизни. Уверен, вы скромничаете. Она больше, чем единственное достижение. Она единственное, что меня связывает с жизнью и ради чего я живу. Если позволите довольно мрачную аналогию, Дебора, то, что заставляет биться мое сердце. Мистер Хиггинс, не считайте себя обязанным рассказывать мне что-либо. Я хочу рассказать вам о себе чуть-чуть. Не знаю, в чем причина этого моего желания. Возможно, грубость Белла. А может, то, что я уже считаю вас другом? У вас есть спички? Нет. Я слишком много курю. Мистер Джон, которого упомянула Белла, мой брат. Он владеет этой фермой. Ему принадлежит пища, которую я пригласил вас разделить с нами, кровати, на которых мы спим, одежда, которую мы носим. Он оплачивает обучение Деборы и табак в моей трубке. Трубка принадлежит мне. У меня есть кое-какая собственность. Альбомы для вырезок, томик моих стихов. Он был опубликован, но не продавался, конечно. И Дебора. И память о моей жене. Это самое важное в жизни. Это интересно. Она умерла, когда Дебора была совсем крошкой. В Лондоне. Там Дебора и родилась. Что вы делали в Лондоне? То же, что и в любых других мировых столицах. Терпел неудачу во всем, чем бы ни занялся. Спичек нет. Что? Это стало привычкой, когда я нервничаю. Мой брат Джон никогда не оставлял этой фермы. Ни физически, ни духовно, ни еще как-то. Джон не отдалялся от входа больше, чем на стами. А когда вы уезжали, с какой целью? Никакой, кроме как оказаться как можно дальше отсюда. Всю жизнь я был далеко отсюда и ничего с собой не представлял. Индифферентный журналист. Слабый поэт. Неважный учитель. Бизнесмен неудачник, не способный обеспечить жену и ребенка, а потом только ребенка. Когда мое сердце стало сдавать, я тоже сдался. Я обратился к брату за разрешением вернуться сюда, с Деборой, как полному иждивенцу. Таковым я, по сути, и являюсь. И именно так упоминаюсь в его декларации о доходах. Простите, я спрошу Джона насчет обеда. Может, лучше не стоит? Пожалуйста, я рассматриваю это как одолжение. Не хотите войти в дом? Нет, я побуду здесь немного. Спасибо. Поехали. Я думал, ты помогаешь на кухне. Женщина не захотела. Не сказал бы, что одобряет твою компанию. Собака напугана и несчастна. В этом у нее много общего с большей частью человечества. То, зачем вы сюда приехали, будет нелегко. Давай прогуляемся. Есть две вещи, которые я делаю по воскресеньям. Посещаю церковь и ем цыпленка. Вы не едите цыпленка в другие дни недели? Только по воскресеньям. Но если вам так нравится цыпленок, почему не ездить его чаще? Потому что я ем его только по воскресеньям. Дядя Джон живет по расписанию. Есть две вещи, по которым я живу. Это Библия и календарь. Каждый день года я тружусь. Я думаю о своей работе, а Библия заботится обо мне. Значит, каждый день года вы делаете одно и то же, как кровы, лошади, овцы. Верно? Правильно. Для этого Господь и Мать Природа поместили нас здесь, выполнять ту работу, которую нам дали они. За Господа говорить не могу, а насчет Матери Природы я немножко знаю. Если позволить ей поступать, как она хочет, в живых не остался бы никто. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что Природа периодически стремится уничтожить нас. То мор, то болезни, то горе. Поэтому человек всегда воевал с Матерью Природой с тех пор, как появился. Что значит, как появился? Эд, увы, учитель. Нет, я ведь вообще-то не учитель. Просто это мое мнение. Много вы зарабатываете? Джон, кажется, тебе не следует. Ничего страшного, я скажу ему. Да, мистер Хиггинс, я зарабатываю много как врач, к тому же я удачлив. У нас в городе есть один, работаю день и ночь. У него нет ни цента. Будь у вас в городе учитель, он был бы еще менее обеспечен, чем врач. Правительство не платит им за пациентов, которых они не лечат, и за детей, которых они не учат. Это то же самое, как если бы я получал деньги за невыращенное зерно. Никогда не мог в этом разобраться. Ну и вопросов не задавал. Никогда не смотри в зубы дареному коню, да? Я вообще никогда никакому коню в зубы не смотрел. Пойду займусь расходными книгами, а потом немного вздремлю, пока не придет время радиопрограммы. Вот и все, мое расписание на сегодня. Налоги с доходом. Я не жалуюсь. Но вычеты больше, чем я рассчитываю. Док, не выражайте, если я запишу вас, как пару торговцев. Польщен, только не называйте меня док. В таком случае я могу вычесть весь обед. Всякая мелочь помогает, я все записываю. Большая часть моего оборудования ничего мне не стоила. Как это называется? Истощение и амортизация. Да, именно. Это значит, что оно уже не работает так, как раньше. Кстати, насчет учителей и врачей. У них меньше мороки с налоговыми декларациями, чем у фермеров и владельцев нефтяных скважин. Вот так. Почему? Потому что их оборудование, талант и развитый ум. И когда они износятся и не смогут работать так, как раньше, износ и амортизацию нельзя будет записать в налоговую декларацию. Вы меня понимаете? Что в них такого хитрого? Не включай радио громко, пока я сплю Арту. Не буду, Джон. Дебора, почему не показать доктору Гриториусу ферму? Уверен, ему будет интересно. Слишком много износ и амортизации, только и всего. Давайте посмотрим, пока все не списано. Я возьму кофту. В каком возрасте вы начали ходить? Когда мне было четыре. Когда вы уехали с фермы? Шестнадцать. Не двенадцать же лет вы решали. Шандерсен, вы любите музыку? Больше, чем что-либо. Мистер Шандерсен. Доктор Гриториус приехал сюда предложить Дебори выйти за него замуж. Меня бы это не удивило. Как видите, это молочная ферма. Корова на пастбище. Выполняют работу, предназначенную Господом. У дяди восемь коров. Молока и сыра гораздо больше, чем необходимо. Остальное он продает в городе. За это ему уменьшают налоги, и он может сбросить со счетов молочную ферму оборудование коров. Молочная ферма нравится мне больше всего. Правда? Не пылина. Департамент здоровья в этом вопросе. Куда вы прячете Беллу, когда они приходят в погреб? Вот здесь. В этом помещении находятся сепараты. На вашем месте я бы держался подальше. Вы можете оказаться здесь в ловушке. Этот сертификат в соответствии с количеством содержащегося в нем жира. Почему вы сбежали из клиники? Здесь сливки отделяются от молока. Почему вы сбежали? Работает по принципу центрифуги. Раньше сливки просто снимали с молока. Сливки легче, чем молоко. Дебора. Так было нужно. Почему? Нужно и все. Почему? Потому. Почему? У меня были причины. Какие? Личные. Я не обязана вам все рассказывать. Почему? Я влюблена в вас. Что заставляет вас так думать? Я не могу назвать симптомы. Это любовь, Николь. Я опять напущенный? Есть вещи, когда наука. Ни при чем. Все равно, что вынудило вас сбежать в середине ночи в халате и тапочках? Я не хотела вас видеть утром. А я хотел вас увидеть. Не захотели бы, если бы я знала о вас то, что вы знаете обо мне. Может быть, не знаю. Люди не влюбляются так быстро или так часто. Я просто не могла там лежать и думать об этом. Это было невыносимо. Вы не понимаете, если я люблю вас, то как я могла любить его? А если я не любила его, то почему? И если любила, зачем тогда я отправилась к вам и все рассказала? Опять плачете? Нет, но я опять хочу сбежать. Больше никаких побегов. Знаете, вы были правы насчет отца. Я не мог ему сказать. Он бы понял, но я не мог сказать. Ясно, и вы не могли. А теперь скажите мне вот что. Зачем вы сюда приехали? Что вы имеете в виду? Не может быть, чтобы поговорить с моим отцом. Дело в том, что... Потому что, если ради этого, то о чем? Было лишь что-то, что нужно было ему сказать. Да нет, ничего, просто... И ведь рано не глубокое. Мое состояние вас не беспокоило. Конечно, нет. И все эти трудности, по-моему, розыск. Смотреть в регистратуре и прочее. Зачем? Зачем вы проделали весь этот опыт? Я в самом деле не знаю. Я думаю, знаете. Как вас зовут? Я не могу продолжать называть вас доктор Притолинс. Ноя. Почему вы разыскивали меня, Ноя? Знаете, вы сказали, что сливки легче молока. Это не совсем точно. Ноя. Странное имя. Мое настоящее имя – Людвиг. Видите ли, сливки – это жирная часть молока, и ее нельзя делить. Я предпочитаю. В гомогенизированном молоке, например, частички жира превращаются в эмульсию. Не хочу казаться неженственной, но я чувствую себя глупой. Жир становится частью молока. Особенно с вами. Ясно, вы не могли приехать просто для разговора с отцом. И из-за моего состояния тоже. Так что приходит время, когда пациент начинает задавать вопросы доктору. Зачем вы проделали весь этот путь, Ной? У меня была причина. Знаю. Нет, не знаете. Но сейчас это, вероятно, не важно. Опять вы напущены? Вы были бы удивлены. Совсем наоборот. Тогда что с вами? Вот так это и бывает, да? Старушка-мать природа знает лучше. Этоjà-će, не riktит не любовные. Может, ничего? Это гражданинara смитилась? Терушка-мать природа знает лучше. С тоболами нетmoi... О incorporала лодка срок salsa... У нас есть норма для прожив 내가 сейчас requiring вас экономить больше. Я не знам... Митейи ардеж 아� accelerating чуть к прайд啊 Думение... Да, хорошо. И вот так это, горягодобно. Что делает дядя Джон? Включил радио, слушает что-то про жуликов. Кажется, украли 15 тысяч телевизионных приемников. Вот, пользуйся. Выбрасывать вещи из окна? Как будто я сбегаю с колонии для малолетних. Почему бы просто не выйти через дверь? Так интереснее. Когда вы намерены сообщить новость господину фермеру? Джону во время его любимой радиопрограммы в качестве личного приза. Он взбесится. Я надеюсь. Я боюсь. Дебора, я думал, умру и не увижу, как ты спасаешься отсюда, не попрощавшись с ним. Помню, ты обещал приехать и жить с нами. Конечно, приедет. В обществе укоренилось другое мило, и у меня тоже. Но я намерен счастливо жить вместе с вами. Я все еще боюсь. Джон не может сделать ничего плохого. Она боится меня, а не Джона. Напыщенный всезнайки. Так получается, я боюсь, что на самом деле вы не хотите жениться на мне, а я не смогу стать вам хорошей женой. Во-первых, я обычно не женюсь на женщинах, на которых не хочу жениться. Его имя вовсе не новички. Его зовут Людрик. Во-вторых, еще не родилась женщина, которая бы не была уверена, что станет своему мужу гораздо лучшей женой, чем он имеет права ждать. И я не хочу выходить замуж сегодня вечером. Не хочу, чтобы помолвка затянулась. Но один день, по крайней мере... Наше бракосочетание пройдет в Нью-Йорке, так что у тебя три дня. Хорошо? Хочу прочувствовать это глубже, как женщина. Должна сказать, вы единственный мужчина из известных дней, который ведет себя как бедная девочка, которая должна выйти замуж. Мне кажется, что как мужчина я настолько же близок к этому, как и любой другой. Войдите. Нашел, профессор. Сержант Кунан? Я выследил вашего человека. Прекрасно. Это тот самый Шандерсон? Суд над Шандерсоном. Можете опознать его по фотографии? Почти. Вам следует быть определеннее. Дорогой мой. Эта газета появилась в 1917 году. Фотографии, по меньшей мере, 34 года. Может, я не совсем уверен, что это умение, но это удовлетворяет. Мы должны быть уверены. Достаньте мне его новую фотографию. Мне неизвестно ни одной. Мистер Шандерсон не любит, когда его фотографируют даже студенты. Хотите, чтобы я этим занялся? Пожалуйста. Хорошо. Подождем до завтра. Мы будем на хвосте у этой обезьяны. Мистер Куннан, я говорил вам это раньше. Я должен понимать вас. Я имею в виду, с завтрашнего дня мы будем следить за ним. К сожалению, придется подождать до понедельника. Доктор Преториус на конгрессе медиков в Нью-Йорке и не вернется до понедельника. Пусть будет понедельник. Удачи. Могу быть вам полезен, мадам? Да. Я хочу купить электрическую железную дорогу на день рождения. Уверен, мы найдем что-то подходящее. Сколько лет мальчику? 41. Завтра ему исполняется 42. Мистер Шандерсон. Что-то случилось? Мне показалось, я увидел друга. Тогда... Все в порядке. Помогите мне с поездами. У них больше оборудования, чем в компании Юнион Пасифик. Хорошо. До свидания, доктор Преториус. Добрый вечер. Спокойной ночи, доктор. Думаю, вам следует знать, сегодня кто-то сфотографировал меня. Дай мне одну фотографию, буду носить медальоня на шее. Это не так хорошо. Он сфотографировал и тотчас скрылся. Понимаю. Может, мне тоже лучше скрыться? Нет. У вас такая карьера. Теперь у вас есть дом, жена. Или ответственность? Нет. Открыть, миссис Преториус? Нет, Анна, не беспокойтесь. Мистер Шандерсон откроет. Мистер Элвелл из университета. В это время? Он пришел к доктору Преториус по неотложному делу. Позвать его? Конечно, его нельзя беспокоить. Я сама с ним поговорю. Добрый вечер, профессор Элвелл. Миссис Преториус, это в самом деле честь. Я, естественно, слышал о женитьбе доктора Преториуса, но до сих пор не представлял, насколько тонкий у него вкус. Благодарю, профессор. Как мило, что вы приехали только чтобы сказать столь приятные вещи. Мне необходимо поговорить с доктором. Очень срочное и конфиденциальное дело. Я не хотел бы вторгаться без приглашения. У него день рождения. Вот как. Счастливые дни для вашего мужа. К сожалению, он работает. И сейчас у него важная встреча. Уверен, если вы скажете ему, что очень срочное дело, касающееся университета... Ему нельзя мешать. Миссис Преториус, уверяю, мне крайне необходимо поговорить с ним. Сейчас это просто невозможно. Можете подождать, если хотите, но, уверяю вас, мой муж будет занят до обеда. У меня ведь тоже есть дом. Я пришел сюда, несмотря на собственные неудобства. А в чем, собственно говоря, дело? У меня послание для вашего мужа. К сожалению, не очень счастливое. Передайте его мне, я прислежу, чтобы оно к нему попало. Я полагал. Меня просили лично проинформировать доктора Преториуса. Это касается конфиденциальной информации о пациенте? Это касается только вашего мужа? В таком случае нет никакой разницы, я скажу ему или он скажет мне. Такое взаимное доверие. От него становится тепло на сердце. Благодарю. Вы, конечно, понимаете, что мое присутствие здесь обязанность, вовсе не личная склонность. Вы очень известный профессор, как человек без личной склонности. Благодарю. Могу я попросить стакан воды? На столе. Наливайте. Так великолепно оформлено. Если вы выпьете воды, вы ничего не нарушите. Вы необыкновенно щедры. Миссис Преториус, в последнее время ходили упорные слухи о вашем муже, которому, конечно, нельзя доверять. О женщинах? Об обстоятельствах в его врачебной практике, методах и определенных событиях, и в прошлом, и в настоящем. Вот как. Появились некоторые разоблачения, конечно, необоснованные, касающиеся и доктора Преториуса, и его задушевного друга. Я его единственный задушевный друг. Декан нашего факультета попросил меня представить доктору Преториусу список выдвинутых против него обвинений. А кто выдвинул эти обвинения? Декан Брокуэлл приглашает вашего мужа опровергнуть эти обвинения. Конечно, доверительно. Если он не примет такого предложения о приватных слушаниях, Декан вынужден будет приказать ему предстать перед факультетской комиссией для открытой дискуссии по вопросам обвинения. Они должны быть очень серьезные. А в чем они заключаются? Я не могу раскрыть их. Но вы их знаете? К несчастью, да. Должно быть, вам это очень тяжело. Выполнять свои обязанности, основанные на высочайших стандартах чести, достоинства, знаний и этики, это... В одном вы можете быть уверены, мой муж не пойдет в кабинет декана, чтобы защитить свое имя. Он опровергнет все эти ваши мерзкие слухи и избавится от них в открытую. Но, миссис Преториус, вы не объективны. Мы обсуждаем моего мужа, а не почки. Мы тоже делаем заключение. Не обязательно все слухи мерзкие, это зависит от точки зрения. У меня единственная точка зрения, профессор. Ну, что ж, мне пора идти. Восхищаюсь вашей смелостью и преданностью. Большинство женщин... Большинство женщин замужем не за моим мужем. Это так. Чтобы он не сделал умный, а то была причина честная и уважительная, если даже он кого-то убил. Я никогда не имел случая завидовать доктору Преториусу. Могу я признаться, что завидую, что у него есть вы? Это право предоставлено вам Конституцией. Проводите профессора, мистер Шандерсон. Он уходит. Спасибо за гостеприимство. Всегда рады. Передайте это чудотворцу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... бип-бип или на бип-бип-бип? На бип-бип-бип. А сигнал был бип-бип. Это у Артура сигнал был бип-бип, а у меня бип-бип-бип. Мы это выясним. Был бип-бип-бип. Боже. А кто виноват, мой друг, атомщик? Нельзя расщеплять все, что видишь. Жизнь не заключается только в атомах. Нет, заключается. Нет, не в расщеплении. Не у меня в доме. Дебора, пока профессор не расщепил тебя, уйди с дороги, он кушает все. Дорогой. Сам же сказал бип-бип-бип. По какому сигналу ты отправил поезд? Бип-бип. Говорил же, я тебе бип-бип-бип. Бип-бип, Артур. Твой сигнал бип-бип-бип. Бип-бип-бип-бип. Я главный диспетчер. Мой сигнал бип. Твой бип-бип. Артура бип-бип-бип. Какая разница? Какая разница? Посмотри на этот ужас. В случае крушения ответственности лежит на главном диспетчере, и при такой катастрофе он или слагает полномочия, или пускает пулю в лоб. Я не отвечаю за двух идиотов-помощников, не способных запомнить два простых сигнала. Мой, дорогой. Ваш отказ признать утверждение двух ответственных людей еще хуже, чем идиотский. При данных обстоятельствах я нахожу его преступным. Ваш сигнал был бип-бип-бип, и это вы знаете. Дебора, тебе решать. Дебора, я тебе отец. Дорогая Дебора. Добрый вечер с вами был украдем whereby, где помimmt на маршрутю Субтитры делал DimaTorzok Нет, просто потому, что люблю тебя. Я пошла и поставила все эти свечи на твой именинный пирог, как будто тебе в самом деле 9 лет. Согласно этому документу, я совсем не образец детской невинности, как ты обрисовала. Хочешь прочитать? Нет. Хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом? Нет, если ты считаешь, что не должен. Нет, если ты считаешь, что не должен. Так говорят женщины, которые считают мужчину виновным, но не осмеливаются высказать это вслух. Эти сплетни и обвинения против тебя для меня меньше всего значат. Вот и правильно. Минутку. Нужно увидеть человека, который тебя атакует, чтобы стало ясно, что ты невиновен. Достаточно лишь взглянуть. Ты ведь не сделал ничего, чего не следовало делать, Ной. Много раз. Но не как врач. Пусть это тебя не беспокоит. Нет. Ной. Да. Тебе не кажется, что я много плачу? Честно говоря, дорогая, это как в детской песенке про голландского мальчика. Убила бы его. Напыщенный всезнайка. Знаешь, я никогда так много не плакала. У меня из головы не выходит. Это так неприятно. Почему это, как ты думаешь? Какой смысл копаться в этом? Конечно, у меня подавленное состояние. Но ведь я всегда была такая уравновешенная. Это меня беспокоит. Как ты говоришь, звали ту лягушку? Какую лягушку? То, что беременеет через два часа. Лягушка не беременеет. Проявляются определенные признаки. У меня начинают проявляться определенные признаки. Как будто ни было, думаю, да. Чувствую себя так глупо, рассказывая это тебе. Нет, нет, я понимаю. Лучше тебе это обсудить с врачом. Не хочу казаться экспертом в таких вещах. Но я всегда считала себя молодой нормальной дамой, которая знает, что любая на ее месте должна знать. Сейчас я чувствую себя полной идиоткой. Так в чем ваши проблемы, миссис Придориус? Я в замешательстве. Не могу ничего сосчитать. Все путается. Бог знает, после всего, через что я прошла за эти несколько недель, я имею право... Дорогой, прости, что я столь наивна. Мы женаты две недели и три дня. Возможно ли, что я уже жду ребенка? Как ты думаешь, есть такая вероятность? Наивность тут ни при чем, дорогая. Вполне возможно. Если возможно, то ты должен первым узнать об этом. Как ты к этому относишься? Придет время, он будет ползать и хвататься за подоконник. Придет время, ты будешь ходить с ним по полу. В сентябре. В декабре. В сентябре. Теперь ты путаешь. Сейчас апрель. В декабре. В сентябре. Дорогой мой доктор Преториус, пока не установлены новые сроки беременности или пока не придумали новый способ счета, я рассчитываю в декабре. Все правильно, но ты неправильно считаешь. Я не могу неправильно считать. Нет. О, нет. Да чего ты благороден, да? Я о себе так никогда не думал. Знаешь, я слышала о самопожертвовании врачей, но, вероятно, твоему нет предела. Дебора, больше ошибиться ты не могла. Ты так боялся, что я себя убью? Так боялся. Это сколько боязни? Да, достаточно, чтобы жениться на мне, чтобы уберечь. Думаешь, я бы мог? Это представляется очевидным, не так ли? Считаешь, что, будучи врачом, я мог решить эту проблему, только женившись на тебе? Что это как лекарство? Дебора. Ты знаешь, я уверен, для облегчения людских страданий пригодна любая форма терапии, но было бы крайне непрактично сделать женитьбу на пациентках стандартной формой лечения. Почему ты на мне женился? Потому что был влюблен. Поэтому ты приехал на ферму сделать мне предложение? Нет. В любом случае, не преднамеренно. Не будем говорить о намерениях сейчас. На сегодня хватит. Ты влюбился с первого взгляда? Да. И до сих пор влюблен. Дай мне знать, когда у тебя это пройдет. Лет через тридцать-сорок. Ты приехал на ферму, потому что знал, что я беременна. Ты встретился с моим отцом, дядей, и понял, почему я пыталась покончить с собой. Но к тому времени ты уже был связан, солгав про ту неправильную лягушку. А я так, очевидно, была в тебя влюблена. И не видя никакого другого выхода, ты вдруг влюбился в меня. И все проблемы были решены. И все жили счастливо и долго-долго. Две недели и три дня. Пока я не сообразила, что мой ребенок не будет твой. Это очень странно. Странно. Должны быть слезы, их нет. Я забираю назад свои слова насчет нормальной, взрослой и леди. Почему ты считаешь, что это будет не мой ребенок? Потому что это так. Потому что его отец, некто кого ты никогда не знал. Некто кого я не могу вспомнить. Все это, даже если и правда, не имеет никакого отношения к нашему ребенку. Его жизнь в этом мире начнется, как у всех малышей, когда вдруг, совсем не по его вине, он окажется грубо лишенным теплого, безопасного, сытого существования, в котором, как он имеет все основания быть уверенным, он будет пребывать вечно. Скажи мне, ты намерен любить его? Разумеется. Я тоже. И он почувствует, что он снова в безопасности, а мы подарим ему братишек, чтобы было с кем играть. Все мальчики? Пора перестать думать о себе и начать думать о моем малыше. Ной, если ты в самом деле влюбился в меня с первого взгляда, почему? Не могу сказать почему. Тебя это никогда не удивляло? Так быстро влюбился, даже времени не было. Такой человек, как ты, точный во всем, у которого есть объяснение. Значит, найду причину. Где-нибудь в ближайшие 30-40 лет начну поражаться этому. Я бы на твоем месте ничего этого не делала, только поражалась. Тебе и мне, тебе и ребенку. Мне и мой, че в нему характер? Ты жалеешь себя? Я жалею тебя. Не нужно. Я люблю тебя. Вот и люби. Прости меня. Замолчи. Люби меня. Обед подан. Я разобретил тебе приносить в мой дом эту эхо-камеру. Моя обязанность как твоего друга. Зачем она здесь? Или я не хозяин в своем доме? Обеспечивать контакт твоей жены с миром чувственности, о котором ты не имеешь представления. Давай. Счастливого дня рождения. Счастливого дня рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Простите, пожалуйста, простите. Лайон. Я опаздываю. Слушание уже должно было начаться. Почему вы не там? Пока нет, но буду через минуту. Не нужно нервничать. Не из-за чего. Смотри, чтобы они долго не затягивали. Такая чушь. Можно? Как они посмели назначить свое глупое расследование в вечер концерта? Это непростительно. Могло быть еще хуже. Я слышал, на этом постояли профессор Элвилл и его банда. Они сочли, что Ной не сможет дирижировать, если слушание пойдет не в его пользу. Тогда причину будет нельзя скрыть. Слушание обязательно будет в его пользу. А кроме того, Ной стал бы дирижировать даже по дороге на Веселинцу. Крайне сожалею, господа. Приношу извинения. Теперь, когда мы все здесь, можем начать? Я намерен, господа, вести слушание неформально. Доктор Преториус, не сядете поближе? Благодарю. Я предпочитаю оставаться как можно дальше. Я предложил это только для того, чтобы наша дискуссия не походила на суд. Я ценю вашу мысль, но рассматриваю это именно как суд. У меня нет намерения считать обсуждение моих методов и меня самого, невинной болтовней в кругу друзей. Это точно. Профессор Баркер, я настаиваю, чтобы никто не выступал без разрешения председательствующего. Я по природе человек, который прерываю, однако попытаюсь. Благодарю. Доктор Преториус, для сокращения и рассмотрения дела, дайте нам, пожалуйста, отчет о вашей жизни и профессиональной деятельности до того времени, как вы приехали в этот город и этот университет. Предпочту, чтобы мне задавали вопросы. Почему? Потому что у меня нет намерения рассказывать о самом себе вещи, которые никого, кроме меня, не касаются. Это касается медицинской профессии в целом. Вам не давали слова. Вам тоже, профессор Баркер. Ваше возражение понятно, доктор Преториус. Профессор Элвелл, можете начинать ваши вопросы. Мои коллеги поручили мне выступить от их имени. Это не только честь, но и серьезнейшая ответственность. Доктор Преториус, давайте обговорим. Вы согласитесь выполнить вердикт настоящего собрания? Я не сделаю ничего подобного. Но почему? Я не знаю, каким будет вердикт. Вердикт будет для вас очень серьезным. Согласитесь, вы выполните его или нет. Зачем тогда задавать идиотские вопросы, на которые вы уже знаете ответы? Один ноль, Элвелл. Вы признаете, что в 1936 году вы были преуспевающим шарлатаном и чудотворцем в далекой деревушке на юге этого штата? Я не признаю ничего подобного. Где вы жили в 1936-м? В Гусином ручье. Гусиный ручей – огромный город. Это удаленная деревушка на юге штата. Именно так. А что служило источником ваших доходов в Гусином ручье в 1936-м? Моя практика. Вы практиковали открыто? Я был доступен для любого в любое время. Меня интересует, вы практиковали как доктор медицины? Когда я приехал в Гусиный ручей, у меня уже была степень доктора медицины, хотя я и не вывешивал диплом на своей двери. На двери вашей лавки? Прошу прощения. На двери в лавке? Это правда, что в удаленной деревушке Гусиный ручей вы открыли мясную лавку? Это почтенная торговля. Сама по себе безупречная. Но что продавали вы в вашей мясной лавке? Мясо. Без наценки. Без наценки? Без выгоды. А на что жили? Делал больных здоровыми. Почему вас это удивляет? Я и сейчас это делаю. Вы не отрицаете, что в это время ваши пациенты были уверены, что вы мясник, а не врач? А вы считаете правильным, что некоторые наши коллеги успешно делают вид, что они врачи, а не мясники? Браво! Доктор Приториус, вы признаете, что процветание вашей практики в гусином ручье объясняется использованием преимущества патетической веры жителей в чудесное исцеление, а не наукой, и готовностью большинства людей предпочесть известного шарлатана к дипломированному практикующему врачу? Несмотря на ваше определение шарлатана, как кого-то, кто практикует, не в соответствии с вашими правилами, профессор Элвилл, факт остается фактом. Шарлатан – это человек, который притворяется, что он врач. Я был дипломированным практиком, а потому не шарлатаном. Что касается желания этих неграмотных людей довериться чуду, я считаю, что вера иногда оказывается столь же эффективной в поддержании жизни, как и адреналин. А вера в чудо спасает так же, как и скальпель хирурга. Не это предмет дискуссии, именно это. Станет ли практическая медицина более личностной, думающей о человеке, которого лечат, или она продолжит двигаться тем же путем, становя все более и более делом таблеток, сывороток и ножей, пока мы, без сомнения, не создадим электронного врача. Обсуждаемый вопрос состоит в том, проще говоря, что вы разбогатели, когда лечили больных, которые верили, что вы мясник, чудотворец. Я не смог бы разбогатеть, если бы не вылечил огромное количество больных. Эта чепуха не имеет никакого отношения к этике и чести нашей профессии. Она напрямую определяется завистью гению человека, излечивающего больных лекарствами, которые вы не можете прописать или оценить. Назовите Преториусом психиатром, высшим священником, вуду, врачом, шаманом, как хотите. Но не расследуйте, а учитесь у него, господа. Профессор Баркер, вы обещали не прерывать. Простите. Можете исключить мои замечания из протокола. Уверен, вы все со мной согласны, так что почему бы нам не завершить это глупое собрание и не начать концерт. Меня интересует, доктор Преториус, почему вы оставили столь выгодную практику в этой деревне и при каких обстоятельствах? Я всегда намеревался уехать, как только соберу достаточно денег, чтобы открыть собственную клинику. Пришлось уехать несколько раньше, чем планировал. Видите ли, я уволил экономку за подделку счетов у поколейщика. Они делили с ним деньги. К несчастью, перед этим она обнаружила мой диплом доктора медицины в нижнем ящике стола. В отместку за увольнение, она сделала это достоянием всего гусиного ручья. Что я вовсе не мясник, а дипломированный врач. Я вынужден был признать правду перед рассверепевшей толпой. Я едва спасся, уехав из города поездом. Еще вопросы, профессор Элгел? И очень много, благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Профессор Баркер? Я бы заметил, что это валение дурака задерживает концерт нашего оркестра. Наша обязанность дать студентам знания, чтобы они стали докторами медицины, а не трубадурами. Ведь вам не давали слова, профессор Баркер. Мы все сожалеем от задержки концерта. То, что концерт совпал со слушанием, непростое совпадение. Вы ведь в это не верите? Профессор Элгел, продолжайте. Доктор Притолиус, я надеялся, вы обо мне забудете. Кто такой Шандерсон? Вы имеете в виду мистера Шандерсона, я полагаю? Мистер Шандерсон мой друг. Он связан с вами профессионально? Нет, просто помогает всем, чем может. В вашем доме он служит дворецким? Да. Я его не нанимал. Он работает, когда захочет и где захочет. Он никогда не отходит от вас. У меня такое впечатление. Очень редко. Доктор Притолиус, кем был мистер Шандерсон, был вашего знакомства? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. При каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Вы всегда проявляли удивительную терпимость к этому странному и таинственному человеку. Его квалифицированность всегда вызывала вопросы. Его медлительность и промахи явились причиной жалоб. И вы всегда всей своей властью защищали его. Его квалификация касается только меня, поскольку он отвечает только передо мной. Что касается его медлительности и промахов, возможно, я проглядел их, потому что знаю их причин. Их причина настолько деликатна, что вы не можете назвать ее даже здесь? Я не имею права назвать ее где угодно. Могу я предположить, доктор Притолиус, что ваш отказ назвать причинам не объясняется только лояльностью к мистеру Шандерсону, а вызван каким-то отвратительным принуждением, поскольку причина, которую вы столь деликатно охарактеризовали здесь, связана исключительно с тем, что мистер Шандерсон совершил убийство. Что ты здесь делаешь? Я слушал за дверью. Я протестую против такого крайне незаконного, неэтичного, заранее запланированного подслушивания. Элвелл, вы используете слова еще в более неприятной форме, чем самые ничтожные из людей мне известных. Господа, оставим жаргон пивной и вернемся к более академичной манере поведения. Я хочу рассказать мою историю. Он никогда не расскажет. Но в том, что вы хотите узнать обо мне, он совершенно ни при чем. Давайте все-таки выслушаем его. Можно? Конечно, мистер Шандерсон. Хорошо. Я небольшой мастер говорить. Я знаю немного слов. Это приветствуется. Так вот, не начинайся, так вот. С чего я должен начать? Расскажи им, как тебя осудили за убийство. В первый раз? Конечно. Хорошо. В первый раз это было в Канаде, в 1917. Было Рождество. Не очень счастливое Рождество. Без интерпретации, только факты. У меня была возлюбленная и приятель. Мы трое были очень близки. В тот раз мы пошли в горы. Моя возлюбленная не могла подняться очень высоко. Она осталась в отеле, а мы с другом пошли. Мы ушли не слишком далеко, когда затеяли ссору. Не помню, по какому поводу. Мы всегда ссорились, как это бывает с друзьями, но в тот раз он ударил меня камнем. Ну и я ударил его тоже. Это было в горах. Нет необходимости так детализировать. Как бы то ни было, мы подрались до крови. Он убежал. Я вернулся к своей девушке. Она ждала в вестибюле отеля. Она даже не сказала привет. Только увидела кровь на моей одежде, что я один и начала кричать. Убийца! Убийца! Так я узнал, что моя возлюбленная была возлюбленной моего друга. Кто проследил, чтобы тебя арестовали и обвинили в убийстве? Конечно, моя возлюбленная. Ее показания и кровь на моей одежде этого было достаточно. Меня признали виновным в убийстве друга и приговорили к смерти. Но поскольку никто не мог предъявить тело моего друга, живого или мертвого, мой приговор был заменен 15 годами. каторги. И тело вашего друга так и не было найдено? Я нашел его сам. После того, как отбыл 15 лет каторги, нашел случайно, проходя мимо ресторана в Торонто. Я случайно заглянул в окно и увидел труп моего друга, сидящий за столом. Он ел суп. Думаю, это был гороховый суп. Это к делу не относится. Я вошел и в очень дружеской манере заговорил со своим другом. Очень мило спросил его, где он был эти 15 лет и почему не признался, что я его не убивал. Его ответ, господа, был неудовлетворительным. Так что я дал ему по физиономии миской с супом, а потом ударил стулом. Кто-то позвал полицейского. У полицейского была дубинка. Я отнял у него дубинку и ею и прикончил своего приятеля. Я пытался объяснить полицейскому, что если я и совершил преступление, то я за него уже отсидел. Тем не менее, он арестовал меня. Вас, конечно, освободили. Нет, меня снова судили за его убийство и снова приговорили к смерти. Но как вас могли судить дважды за убийство одного и того же человека? Обвинитель настаивал, что это не одно и то же убийство. В первый раз в качестве свидетельства не было представлено тем. Обвинитель был убежден в этом. Он соглашался признать, что первый мой приговор был возможной юридической ошибкой. Но даже если первое жюри допустило ошибку, он сказал, что я не имел права совершать убийство, чтобы ту ошибку исправить. Он потребовал смертного приговора, и меня приговорили к смерти. Но на этот раз вас помиловали? Нет. Мне даже не смягчили наказание. Видите ли, то, что я убил своего друга дубинкой полицейского, сделало преступление очень серьезным. Тогда не скажите ли нам, как вам удалось сбежать? Я не сбегал. Что произошло? Что освободило вас? Ничего. Меня казнили. Казнили? Это абсурд. Это было утром 29 февраля 1932 года. Лисокосный год. Было серое, дождливое утро. Палач накинул мне на шею петлю. Потом пришлось ждать, потому что какой-то чиновник забыл очки. Они держали надо мной зонтик, чтобы я не вымок. Потом принесли очки чиновника. Он что-то прочитал. Священник помолился. Я закрыл глаза и подумал о матери. Пол из-под меня ушел, и все закончилось. Вот так это было. Я протестую против такого фантастического и ребяческого обвинения нашей интеллигенции. Помолчите. Что произошло потом? Следующее, что я почувствовал, был палец в резиновые перчатки у меня во рту. Он надавливал мне на язык. Я его прикусил, и кто-то вскрикнул. Я открыл глаза, и тут я впервые увидел доктора Преториуса. Только тогда он не был доктором, просто студентом-медиком. Думаю, я могу разъяснить вам вторую часть этой истории. Когда все это случилось, я как раз заканчивал свое медицинское образование. Я водил дружбу, как говорили с девушкой, которая была дочерью Палача. И Палач, и его дочь, оба они были щедрыми и милыми. Палач понимал мое желание, как студента, изучавшего анатомию, иметь у себя труп. Так что, зная, что труп мистера Шандерсона никто не востребует, потому что никто в этом мире не был так одинок, как мистер Шандерсон, Палач устроил так, что труп направили ко мне сразу после повешения с милой запиской от его дочери. Конечно, я был в восхищении, но недолго. Я вскоре обнаружил, что мистер Шандерсон все еще жив. Должно быть, ты рассвирепел. Он рассказал мне свою историю, и положили какие-то чугунные болванки в дешевенький деревянный гроб, в котором его привезли, и закопали на кладбище. С того дня никогда он меня не оставлял. И думаю, понятно, почему время от времени он несколько путается, а иногда даже кажется туповатым. Прошу простить, господа, но вам пора уже что-то решить. Дебора, жена не должна входить в помещение, где допрашивают ее мужа. Если он не виновен, он опаздывает на концерт. А если виновен, ему лучше начать дирижировать. Может, этим он станет зарабатывать себе на жизнь. Мое мнение, слушания подошли к концу. Вы согласны, профессор Элвилл? Ваша беда в том, Элвилл, что у вас никогда не было своего трупа. Некому было прикусить ваш палец. Что касается этого потрясающего вечера, господа, для всех будет лучше, если мы скорее его забудем. И думаю, мы слишком задержали концерт. Профессор Элвилл, вы мелкий человек. И дело не в том, что вы низкого роста. Вы мелкие уму и сердце. Сегодня вы попытались принизить человека, к башмакам которого вы не смогли бы притронуться, даже если бы оказались на вершине самой высокой горы в мире. Вы даже мельче, чем казались раньше. Мельче, чем казались раньше. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ